Всем хорошего дня, с вами Сарверти. И да, это запись. Можете передать мне привет в комментариях. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Phoenix Point Baker's Key Build 5, эпизод 3. Но, к сожалению, прохождение немножечко накрылось, поэтому я продолжаю уже играть от немножко другого прохождения, которое я делал для англоязычных. У них тут немножечко сложилась другая ситуация, и у нас тут как раз даже было уничтожено убежище Синедрион. И, кстати, под прошлым видео вы проголосовали за именно эту фракцию, и судя по тому, как много вокруг Ану и Ерихонова, нам придется превозмогать. Ну вы же такое любите, правда? В общем, сегодня у нас план улучшить отношения с Синедрионом, исследовать больше территорий. Я думаю, нам стоит отправиться в левую сторону, в Африку. Я не знаю, хорошую это идея или нет. Можно было бы, конечно, пойти вверх, в Сибирь, и тут все поисследовать, но я что-то решил пойти в левую сторону. Значит, что у нас сейчас? Кратко по тому, что у нас по персоналу. Персонал у нас, как видите, вот такой. Кстати, тут даже кто-то у нас даже не прокачан. Значит, раз он у нас не прокачан, у нас получается тяжелый с перком Эксперт по весу, поэтому он сможет носить у нас дополнительное тяжелое вооружение. А учитывая, что у него еще есть эффективность с гранатами, то можно будет ему даже произвести гранатомет и сделать его довольно-таки эффективным. Сразу же делаем ему Ассалта, потому что Ассалт это самое лучшее, что может быть. Вот. Дальше у нас Снайпер. Ну, Снайпер, естественно, у нас будет просто мега точен и не будет требовать очки на перезарядочку. Стоит ли нам улучшить пистолет? Я думаю, стоит, почему бы и нет. Тут у нас пока ничего. Здесь у нас пока что... Я не буду тратить очки тоже. Нормально, короче. Вот у нас, собственно говоря, такой вот отряд. Единственное, что надо будет его подлечить. Значит, что мы будем производить? Произвести нам, мне хочется, все-таки, скараб. Или, возможно, лучше, наверное, даже гранатомет. Наверное, первое, потом уже скараб, потому что у нас по материалам пока не густо. Поэтому давайте-ка мы произведем немножечко патрончиков и гранатомет. Гранатомет нам пригодится для нашего тяжелого, потому что у него специализация. Ну и в целом, да, поехали. Подлечим солдат. Значит, что мы будем делать? По отношению к другим фракциям. Мы будем игнорировать всех, кроме синедриона. Так, солдат подлечили. Давайте-ка попробуем из разрушенного места отсканировать все ближайшее. Тут, скорее всего, есть какие-то еще точки интереса. Я надеюсь, что, возможно, в ближайших точках мы найдем еще какую-то базу синедрионок. Потому что, если нет, то нам придется очень еще долго искать их убежище. А чтобы улучшить с ними отношения, нам надо хотя бы защищать их убежище. Ну, естественно, от атак инфицированных. Кстати, это тоже посоветовали в комментариях. Потому что называть пришельцев, ну, инфицированных называть мутантами, тоже неправильно. Потому что, получается, у нас есть последователи Ану, которые считают, что быть мутантами это хорошо. И, можно так сказать, мы будем называть мутантами все, что имеет свою волю. А инфицированные это те, которые подверглись заболеванию. Пандоры вирусом. Так, значит, мы возьмем то, что нам нужно. И больше ничего делать тут не будем. Так, продолжаем исследовать точки интереса. Так, у нас вот есть уже, скажем так, можно покопать ресурсы, но надо, во-первых, дождаться дня. Вот, собственно, день уже пришел. Ну что, пробуем, пробуем взять это. Тем более, что, в принципе, зона вот эта находится на территории с заражением. Поэтому будет немножко сложно. Так, ну вот мы уже на нашем задании. Тут, в принципе, опять же, типичная карта. Я вот заметил, что пока что пресеты, рандомный генератор карт, более-менее похожи друг на друга, как вы можете заметить. То есть, опять же, вот какое-то здание, хоть оно и случайное, но, опять же, гарантированное здание, здесь гарантированная свалка, здесь гарантированных два дерева стоит, а здесь гарантированный гараж. Ну, в принципе, все то же самое, просто немножко окружение чуть-чуть-чуть подтягивается под это. Значит, что мы возьмем? Мы попробуем поставить снайпера сразу на такую вот позицию. И посмотрим, что у нас там есть впереди. Впереди у нас, походу, очень много чего интересного. Я уже вижу гриба и другого пришельца. Ну, пришельца, походу, может быть, и не будут такими суперсильными, но никогда не знаешь, что может тебя ожидать за углом. Так, мы нашли уже двоих этих снайперочков. Значит, тогда мы сразу же подтягиваем чажа сюда, чужого пехотинец, к нашим услугам. Следующих солдат мы будем запихивать аж в другую сторону. Мы попробуем теперь растянуть линию нашего обстрела, потому что обычно мы всегда дефались прямо в этом здании. А в этот раз я хочу немножко по-другому попробовать. Тем более, что у нас как раз такие способности позволяют это сделать. А тратить несчастных тречки воли вначале, это не так уже больно, на самом деле. Хотя, ну, всякое бывает, конечно, если там отстрелили конечности, там еще что-нибудь. Тогда да, паника у солдат неизбежна. Так, я вижу, что эти существа вооружены явно походу энергическим оружием. А нет, все-таки кто-то из них фисно снайперкой. Ну что, что мы тогда попробуем сделать? Мы попробуем снять... Точнее... А ну стоп, а что у него за оружие в руках? Отсюда видно хотя бы? Нет, не видно. А ну снайпер, снайпер, ты видишь его? Давай-ка ты поближе посмотришь. Не, не могу отсюда определить, что у них-то за оружие, к сожалению. Но можем попробовать снять вот этого жучка. Красиво снайпер стреляет. Особенно с характеристиками на усиление точности. Он у нас просто... Самолет-машина. Ну что ж, мы попробуем выйти сейчас на огневую позицию, так как майнфрагер мы убрали. Мы будем стрелять по грибу. Потому что он сейчас начнет здесь распалять свои... Должен так, подымать пыль. Можно так сейчас сказать. А мы не хотим, чтобы он много пыли поднял, правда же? Так, отлично. Еще одного пришельца убрали. Значит, теперь, теперь, теперь... Ты видишь отсюда гриба? Видишь? Ну давай попробуй, сними его. Ну то все, красиво. Гриб готов. Извольте кушать. Ну желательно, правда, этот гриб не кушать совсем. Все-таки инопланетное заражение. Гарантированно. Гарантированно. Я бы хотел сказать, что это голов... Этот самый... Многосшибающий выстрел, но получился он головосшибающий. Потому что пришелец потерял голову. Ничего не поделаешь. Значит, теперь попробуем... Так, у нас получается один солдат прохлаждается в здании. Нам желательно вывести его на какую-то огневую позицию, да? Попробуем использовать этот вот контейнер. Правда, с сомнительной крепкости. Но стоит попробовать. Граната докинет? Нет, не докинет. Хорошо, тогда мы просто посидим в засаде. Поставим ему наблюдение. И все. Пока-пока что, в принципе, у нас все даже неплохо получается. Ну, наше наблюдение получилось идеальным. Мы высадили все обойму в контейнер. Как говорится, наш солдат знает, что делает. В скобочках нет. Так, ну вот то, что сзади Майнфрагер, это, конечно, плохо. Поэтому придется сейчас нашу тяжа быстренько перемещать оттуда вам. Поближе к штурмовику. И штурмовика, наверное, поближе к руинам. Будем такую вот делать быструю передисфокацию. Так, ну вот, видите, у нас он, пришелец, стоит недалеко. Но, опять же, благодаря способности вот этому вот бесплатному перемещению. Ну, как бесплатное, которое тратится за очки воли. Но, опять же, мне кажется, что как бы разработчики не пытались сбалансировать эту способность, она все равно остается довольно-таки мощной. Потому что бесплатные очки перемещения, это бесплатные очки перемещения. Даже если это за волю, но, опять же, воля, это какое-то уже сомнительное удовольствие. Так, ну, мы попробуем сначала убрать вот этого красавчика. Он, походу, сейчас спрячется. Нет, не спрятался. Отлично. Тогда еще одну. И наш солдат сегодня явно в ударе. А точнее, попасть он никак не может. Так, ну вот, гранаты, конечно, очень тоже такие мощные вооружения. Потому что от одной гранаты постоянно отваливается все, что прикручено и все, что не прикручено. И причем отваливается даже очень хорошо. Я вот заметил, сколько вот, сколько миссий уже пробегал. Вот гранаты кидать всегда эффективно против тех же щитов, против всяких там видов разного вооружения. Просто потому что одной гранаты, в принципе, достаточно, чтобы сделать их абсолютно бесполезными. Значит, у нас вот есть солдат. Кстати, его поставим быстренько за стенку, опять же, при помощи той же способности. Кстати, опять же, говоря про вот эту вот способность быстрого перемещения. Это вы убиваете, допустим, пришельца, вы получаете 2 очка воли, а перемещение стоит 3 очка. Ну, получается, что такой вот небольшой обмен. Убил пришельца? Можешь еще раз переместиться. Не убил? Ну, тогда постой еще немножечко, поотдыхаем. Больше всего нравится, опять же, эта система воли в том, что это работает и в вашу сторону, и в сторону пришельцев. То есть, если у вас там солдат много поумирает, у вас начнется паника. Если у них много солдат поумирает, у них начнется паника. И так можно, в принципе, манипулировать вашими врагами. Ну, то есть, это они бегают, бегают, потом вот так поубивали парочку, и сразу у них паника начинается. Они не знают, что делать. Так, ну, вот тут у нас немножечко такая засада получается. Поэтому мы попробуем сейчас просто подлечиться. И переждать за углом. Тем более, что нам потом все равно придется еще перезарядочку сделать. Так, что у нас видеть тяжелый? Тяжелый у нас ничего не видит, он у нас слепой. Хотя, отсюда он умудряется видеть вот этого. То есть, если я подойду ближе сюда, он его не видит. Сюда подошел, уже видит. Очень интересно. Ладно, давайте попробуем его тогда сюда. Пусть он получит выстрел. Видите, особо выстрелы не получил. А вот этого ты не видишь, да? Вот этого ты вот... А, да, если серьезно не видит? Там получается... Маленький кусочек кирпича мешает его увидеть. Ну, ладно. Давайте его уже пристрелим, чтобы он не мучился. А вот с этим товарищем даже не знают, что делать. Он, получается, стоит за щитом. Особо мы ему ничего сейчас не сделаем. Зато вот поэтому можно разрядить целую обойму. Все, вот он сбежал. Себя полечим. Нет, там, в принципе, поставим на Overwatch. Теперь главный вопрос, откуда вылезет майнфрагер. Даже еще майнфрагер где-то тут ползает. Поэтому я даже думаю, стоит, наверное, снайперу поставить другую позицию. Более безопасную, по крайней мере. И это будет, наверное, вот здесь. То есть на тот случай, если вдруг он захочет сделать что-то такое из ряда вон. Кстати, давайте-ка мы выстрелим по Архону. Чтобы снять его щит. Все, без щита он выглядит намного красивее. Все, если он сдвинется, сразу же поучит обойму в лицо. Вот видите, он сразу голову потерял. Еще одну обойму, пожалуйста, ему выпишите. Вот сразу, видите, в панику пошло. Вот за что я обожаю эту систему. Такая простая, знаете, так. Если удачненько подстреливали пришельцев, то потом можно манипулировать ихними группами. Вот этот товарищ снайперка сейчас точно кого-то может снять. А может и не снимет. Но мне не нравится, что они так прессуют моего этого снайпера. Или даже не снайпера, он у нас штурмовик. Что-то они его так больно все повыписывали. Попробуем его вообще сейчас спрятать. Так, а ты увидел этого товарища. А где ты его увидел? Можно он меня поувидеть? А, он там сидит до сих пор. Все, я думал, что он уже там обошел меня со фланга. Он сейчас собирается меня выписать. Звездюлей. А он, оказывается, прячется за стеночкой. Ну, раз он прячется за стеночкой, то нам, в принципе, тогда все равно. Единственное, что меня, опять же, не устраивает, что у нас, видите, очков воли мало. Поэтому давайте мы попробуем закинуть в него гранату. Может, это даст нам больший результат. Все, мы ему оторвали все четыре конечности. Замечательно. То есть, у него теперь нет ни пушек, ни вот этих вот вампирских щупалец, которые он использовал. Отделаем перезарядочку. Поставим, опять же, на наблюдение. Снайпер тогда у нас перемещается в другую сторону. При этом мы его поставим где-то вот здесь, чтобы противник не знал, что мы там находимся недалеко. И пропустим ход. Пришельцы медленно и уверенно истекают кровью. Потому что мы, опять же, им... Как говорится, природа их наделила лишними конечностями. Мы им решили помочь исправить эту особенность. И подстреливать ненужные. Так, этого мы убрали. Теперь нам надо, в принципе, убрать еще того дальнего. Опять же, видите, у нас... Нам не хватает очков воли. Так, еще два очка воли получили. А что у этого товарища? А у этого товарища с очками воли все даже отлично. Тогда мы рашим вот этого пришельца за углом. Который сидит в панике. Не бойся, товарищ. Мы тебя сейчас спасем. Вот и все. Видите? Спасение было просто молниеносным. Так, я вот не могу понять. Вот там сидит еще один товарищ за углом? Или он уже откинул свои там ласты, щупальцы или что у него там было прикручено. Если я правильно понимаю, остался один майнфрагер. Да, остался один майнфрагер. Ну что ж, тогда придется всеми силами его сейчас выкуривать. Можно, конечно, сделать старую... Старую тактику ловли на живца. Она, в принципе, всегда работала. Тем более, что снайпер у нас рядом. Он у нас... В этом вопросе точно не оплошает. Что-то он как-то... Странно себя ведет этот... Товарищ. Давайте еще ближе подойдем. Точнее, вообще впритык подойдем. Знаете, что... Я говорю, будем ловить на живца. То есть он сам выйдет. На кого-то прыгнет. А мы потом этому товарищу... Выпишем двоечку. Ну что, майнфрагер? Выбирай. Один из трех. Выбрал снайпера. Хорошо. Ну, это все. Ну что, получили мы очередное снаряжение с этого задания. Это очередные пистолеты, которые нам вообще, по-моему, не нужны. Значит, дальше у нас... Пойдем полечимся, наверное, солдат наших. То получается, что... У нас будет потом потери. Надо их быстренько всех залечить. И, кстати, сразу же давайте глянем, что у них там по уровням. Потому что кто-то из них что-то получил. Так, опять у нас бесплатное прицеливание. Бесплатная перезарядочка. Просто прелесть. Здесь, в принципе, пока ничего. Здесь у нас дополнительный квас. Так как у нас он... Он есть дробовик. Есть тяжелый. Поэтому мы возьмем ему тяжелый. Значит, в принципе, по поводу вот ассалта, да. То есть у нас штурмовики, так называемые. Можно брать им в специализацию как снайперы, так и тяжелый. И, в принципе, по билдам все просто. Если вы идете через снайперскую ветку, у вас должен быть штурмовая винтовочка. То есть она очень хорошо работает на средних дистанциях. А плюс еще точность с снайперской винтовки. Ну, то есть там вот заперк тот, который дает вот эту вот точность. То, в принципе, штурмовая винтовочка просто отлично срабатывает. Однако, если вы берете дробовик, то, соответственно, для дробовика вам не подходит уже такая специализация. И вам лучше взять специализацию чажа, потому что у него есть возможность врезаться в противников, там, уменьшать им очки движения. А это все подходит для ближнего боя. Соответственно, всякие там шотганы, мили оружия какое-нибудь. Все вот это вот просто подходит на урал. Так, давайте-ка вон уже точки интереса там поразведываем. Видите, сколько там точек интереса. Посмотрим, что у нас здесь. О, мы нашли синедрион. Давайте-ка мы потратим материалы, попробуем, может, они нас полюбят за это. Там вон синедрион плюс 3. Вот и отлично. В принципе, то, что тут есть база синедрион, это уже хорошо. Мы тогда сможем это использовать в нашу пользу. То есть, точнее, если на них будут нападать, то мы будем сразу тут недалеко подкатывать. Типа, мол, ребята, мы типа за вас, за вашу идеологию. Хотя, я же говорю, вот видите, тут столько последователей А, ну, что просто ужас. Так, у нас вот очередное задание по вылазке на заброшку. Давайте-ка мы снарядим наш отряд. Так, ну вот уже наконец-то карта сгенерилась по-новому. То есть, уже не так, как раньше. То есть, видите, какое-то здание тут сразу перед нами. Хотя, мне это напоминает миссию, когда нас поймали в засаду. Вот, но у нас сейчас это уже не засада. В засаде будут уже пришельцы. Кстати, здание очень хорошее, как видите. То есть, тут есть место для маневра. Поэтому попробуем-ка мы сделать вот такой вот забег. Тем более, что, опять же, у нас дробовик. Вон, сразу два гриба мы увидели. Они, причем, сразу рядом стоят. Тогда, тогда, тогда... Раз там ничего нет такого интересного. Ставим тогда его внизу. О, мы уже еще кого-то обнаружили. О, красавчика, мы обнаружили такого. Значит, здесь у нас получается здание. Здание мы тогда забираем. Точнее, верхний этаж мы забираем под себя. Опять же, при помощи дэш-абилити. Или рывка. Бесплатненько. Тем более, что, опять же, тречка воли. В начале потратить это, ну, такое. Мелочи жизни. Поэтому быстренько забегаем наверх. Тем более, что тут тречка воли. Можно на шарик получить. И смотрим. Вот у нас уже первый кандидат на отчисление. Давайте мы ему сделаем приветственный огонь. И раз мы его обнаружили, мы попробуем его даже оттуда и снять. Сейчас мы посмотрим, с какой точки нам лучше это сделать. Наверное, лучше вот так поставить нашего снайпера. И снять вот этого товарища. Ну, видите, он крепенький. В принципе, я вот заметил, что вот большинство из этих вот пришельцев такие довольно-таки крепкие. Когда у них сзади есть панцирь. Вот. И я бы, конечно, хотел, чтобы этих панцирей было больше. И больше разновидностей. Потому что, когда их убиваешь с одной обоймой, оно как-то не очень весело. Так, этого мы пока не трогаем. Мы-то, в принципе, ему ничего и не сделаем. А вот чаша у нас может запрыгнуть, чаш, на самый верх. Вот прямо аж вот туда. А вон мы сразу еще одного также обнаружили. Ну все, пока сидим. Так, ну я вижу, пришельцы не сильно вооружены. То есть, это у нас щит с клешней. А щит с клешней это так себе. Поэтому сейчас мы просто уберем майнфрагера, как минимум. Наверное, самое первое, что надо сделать. Обязательно. Вот, тем более, что у нас есть дробовик. Я вообще думаю, что сегодня, наверное, поработает у нас штурмовик с дробовичком. Нам надо бы его подкачать побольше. Он у нас был таким взволстным парнем. И, наверное, тяжу тоже мы дадим немножко опыта. Это получается, что он у нас... Как-то не сильно прокачан. Что-то не особо получилось. Щит пробил. А пришельца не убил. Кстати, где-то... Кого он там увидел прямо аж так издалека? Ладно, давайте лучше снимем. Вот этому. Ну, я не хочу получать бесплатный урон, потому что нам потом еще опять сидеть, отвлечиваться. Не хочу. Давайте его пристрелим уже, чтобы не мучился. Так, вот здесь у нас есть окошечко. Может быть, мы там кого-то увидим. Вот, сразу, видите, кого-то уже и увидим. Как я и думал. Здесь у нас... Сверху ты кого-то видишь? А, то есть, если я так встану, кого-то увидишь, да? Ну, давай посмотрим, что ты видишь у нас. Видишь, товарищ со щитом. Ну, что, по грибам пока постреляем. В принципе, учитывая, что у них нету никакого дальнего боя, то попробуем пока просто... Постреляем. Значит, тут у нас все. По очкам готово. Очень интересно. Тут у нас он ближе подошел. Кстати, вот тут вот можно дэшку сделать. Тем более, что у нас очков воли очень много. Прям зашкаливает, я бы сказал. Ну, давайте-ка мы ворвемся. И сделаем ему... Небольшой такой вот расстрел. Значит, здесь у нас еще один товарищ сидит. Опять же, дэш-абилити. Выходим на близкую дистанцию. Говорим здравствуйте. Так, здесь у нас... В принципе, то же самое. Опять же. Ну, короче, вы поняли. Способность сама по себе очень хорошая. Интересно, что вот почему-то тут не помер. Ну, вообще, буквально вот чуть-чуть у него осталось, а он не помер. Ну, это что теперь с ним делать? Мы-то теперь туда не успеем, в любом случае. Как бы мы не хотели. Сейчас я попробую найти какую-то точку хорошую. Потому что я был уверен, что он умрет. Но он, походу, слишком крепким оказался. Нужно выйти просто вот вблизь. Обойдем. И сделаем ему контрольный. Вот так вот. Красиво. Все, с этим товарищем мы разобрались. Поэтому можем выйти на огневую позицию здесь. Тяжелого мы переместим вот сюда. Чтобы на него попробовали сагриться вот эти пришельцы. Не факт, что они, конечно, сагрятся. Может, даже мы поближе его поставим. Знаете, мол, придите поближе ко мне. Я думаю, что осталось два гриба и два пришельца. Наверное, больше и не будет. Поэтому осталось нам только убрать вот эти два. Он все-таки согрелся. Вот видите. План был успешен. Как говорится, уловлено живца. Оправдывается. Все, все, патроны закончились. Давай перезарядочку. И... А, у тебя даже нету навыка на бесплатную перезарядочку. Вот это вот грустненько. Ну да ладно. Сделали ему выстрел в пятую точку. Я думаю, он оценил. И, кстати, вон мы майнфрагера заметили. Видите, вон он у нас где-то заходится. Так, а ты видишь майнфрагера? Давай, ты тогда возьмешь снайперку. И попробуешь его снять. Ну вот все. Снайпер знает, что он делает. Просто красавчик. Так, ну я хочу снять этого крабика. Потому что мне не хочется, опять же, как я и говорил, получать бесплатный урон. Ну, видите, вот они крепкие. Так, ну давайте попробуем тогда возьмем аптечку. И сделаем удар аптечкой по голове. Вот так вот это делается. Знаете, так, аптечка вроде бы спасает жизни. Но в нашем случае любые средства хороши, которые у нас есть в руке. Здесь у нас очков больше нет. Так, а кто у нас там еще? Вот этот вот товарищ. Давайте мы его тогда быстренько наверх закинем. Причем дэшим. Вот сюда его поставим. Вот сюда его поставим. К сожалению, да. Тяжелый немножечко получил урона. Но это не страшно. Для тяжелого, в принципе, это нормально. Главное, что другие солдаты не получают ничего такого. Так, ну что, ты хочешь сказать, что не видишь его? Вот совсем, ты его не видишь. А, это я просто забыл переключиться. Все, теперь ты видишь его. Так, снайпер. Ты не видишь его, серьезно? Вот это ты не видишь, да? Совсем. Так, ну вот у нас тогда используем наши, опять же, очки воли. Сделаем пробежечку. Чтобы выйти на огненную позицию. Тем более, что остался-то один гриб. Я думаю, мы его уже снимем. Так, перезарядочка. И еще один. Вот и все. Так, а вот где-то еще один затесался. А. А где еще один затесался? Так, ребята, я так не играю. Еще один майнфрагер? Серьезно? Откуда ты взялся? Совсем не видишь? Вот это ты его не видишь? А? А? О, замечательно. Так, ну вон очередные получили патроны. Немножко, опять же, материалов. Покачали своих солдат. Ну, в принципе, все по классике, как видите. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут есть. Немножко исследуем. Надеюсь, будет без всяких амбушей. Это то и сильно рискую такими проходами. Так, давайте-ка возьмем тогда солдата. Потому что, если мы его отдадим в новый Ерихон, то толку с него не будет. А вот новые люди нам очень даже потребуются. Тем более, что это технарь. А тут у нас, видите, вон атакует убежище. Нью Джерико. Ну, Нью Джерико мы спасать не будем. То есть, если это было, допустим, какое-то стандартное убежище, еще можно было бы подумать. Но они сами прекрасно там справляются. Так, ну что ж, мы получили бесплатного технаря. Технарь это вообще красавчик. У технаря есть махинические руки, он может подлечивать. Тем более, что, в принципе, нам такой вариант вообще очень сильно подходит. Единственное, что надо ему будет шлем заменить на снайперский. Само понятие вот этого вот ПДВ, оно такое себе. Потому что, давайте посмотрим, что у него тут есть. Вон, тем более, видите, у него ассоутовский есть перк. Знаете, намекает, что, типа, ну, надо вам, короче, ставить ему в турмовые винтовки. Хорошо. Значит, в принципе, тогда давайте произведем один еще шлем. И, кстати, у нас, у нас же там опыт есть. Опыт, опыт. Значит, для гранат и так далее, это нам пригодится. Кажется, забираю все. Так, нужно ли ему отхилочка? Отхилочка ему не нужна. Потому что мы ему берем еще гранатомет. Или отхилки хватит? А ну-ка, смотрим. Хватает? Ну, смотрите, как хорошо. Вот это впритык получается, да? Давайте все-таки не будем у него, чтобы у него не было медаптечки. Все-таки, чажа у нас, как, не должен отвлекаться на такие мелочи. Вот. У него будет патроны для гранатомета. Будет сам гранатомет. И большая тяжелая пушечка. В принципе, красиво получается. Значит, благодаря тем более, что его перкам. Единственное, что надо будет ему потом еще силу подкачать. И точно с гранат. Ну, я думаю, достаточно. Так, что у нас там дальше? Дальше у нас, в принципе, тут у нас ничего не меняется. Давайте пачкам просто пока пройдемся. Вот этому обязательно марксмен. И этот. Дальше у нас... Здесь у нас с тяжелыми ему не надо. Этому тоже ничего пока не надо. Все. В принципе, пол солдатам прошлись. Производится шлем. Все. Пусть под лечо сам. Мы это все игнорируем. Это нам ничего не нужно. Все. Давайте теперь пойдемте исследовать дальше. В левую сторону. Значит, выберем точку, наверное, от убежища. А ну, начнем сканирование. И пойдем пока просмотрим, что вот эти вот сверху три точки интереса. Так, мы нашли кучу всяких материалов, технологий, еды. В принципе, здорово. Кстати, по производству давайте-ка мы уже закажем себе наземную технику. Тем более, что технарь у нас еще появился. Как бы не воспользоваться таким моментом, я думаю, будет очень глупо. Продолжение следует... Так, снова у нас задание по вылазке. Ну, поехали, прокачаем нашего инженера. Так, ну мы вон стартуем и сразу видим два гриба. Я даже думаю, можно даже без преуменьшения начинать по ним сразу открывать огонь. Что-то у нас пока что с огнем не сложилось. Тогда пробежимся сюда. Так, пришельцы у нас опять какие-то мягкотелые. Поэтому пока что постреляем. Так, ну теперь давай-ка инженер. Инженер должен пострелять по грибу. И получить опыт. Где там этот товарищ? Давай. Замечательно. Так, опыт получил, получил. Все, теперь... Теперь где-то тусуйся там за стеночкой. Так, вот этих товарищей выдвигаем на позицию. Так, вот это мы, наверное, выписываем обойму. А этот у нас, наверное, пойдет еще ближе. Так, здесь можно как-то их обойти, возможно. Тогда вставай вот сюда в угол. Будешь убирать все, что будет приходиться с той той стороны. Так, ну что, у нас тут, получается, сейчас начнется веселье, да? Я даже думаю, мы, наверное, сделаем по-другому. Я хочу проэкспериментировать с одним очень приятным вооружением. Поэтому мы немножечко продвинемся. Кстати, непонятно, почему нету заряда гранат. Вот это очень странно. А почему гранат нет? Типа мне надо было зарядить его раньше, что ли? Да. Значит, убираем отсюда нашего штурмовика. И посмотрим, насколько эта вещь красивая. Ой, какая ляпа. Стенку, правда, не пробило. Жалко. Хотелось бы. Тогда ему выпишем обойму в лицо. Хорошо. Дробовик, это всегда приятно. Единственное, что надо теперь спрятать нашего за угол. Чтобы пришельцы особо тут не стреляли в нас. Соответственно, то же самое сделаем с тяжем. Так, ну, в общем, да. Небольшое разочарование стенку не развалило. Ну, в принципе, это гранатомет. Это не ракетница какая-то. Чего я ожидал, собственно говоря. Поэтому давайте-ка постреляем пока по грибу. Тем более, кстати, убийство грибов дает сильное понижение воли на пришельцев. А пострелять по ним очень легко. Так как они, ну, большие. Неподвижные. И без особой защиты. Ну, точнее, защита есть. Но, знаете, вот, все-таки стрелять по большим мишеням очень даже запросто. Так, теперь попробуем опять прокачать инженера. Чтобы он больше убийств, с убийств получил. Красота. Все, пока что тогда пусть сидит. Ждем код пришельцев. Точнее, инфицированных. Как видите, у нас все больше инфицированных прибегает вот в эту область. А у нас есть гранатомет. Поэтому мы сейчас будем продолжать испытания нашего военного образца. Так, у нас тут... Можем ли мы задеть их всех? По идее, можем. А ну, давай. Видите, опять он не совсем их задевает как хочется. Ну, в любом случае, у нас тут есть запасной вариант. Как говорится, привет. И привет, 2. Избиваем пришельцев вообще. Просто на язычах. И он у них уже даже паника началась. Мне уже не знать, что делать. Как что делать? Я вам подскажу. Вам надо просто... Умереть. И да, как вы уже поняли, я периодически забываю, что мы все-таки уже определились более-менее называть эту инопланетную заразу как инфицированную. Так, этот у нас немножко пусть тут стоит. Ага, вон. И вон еще один. Тоже в панике. А, вот этот вот красавчик как раз не вовремя. Упс. У нас, благо, есть куча очков перемещения. Поэтому давайте-ка мы поближе подойдем. Еще ближе. Удар. Удар по лицу. Вот. Такие тут жучки, блин. Трави, трави, не перетравили, блин. Серьезно? Не хватило? Перезарядочкой лови еще одну. Здесь у нас делаем дэш. Ну, в общем, пока более сильные противники не появятся, я имею в виду, как артиллерия, допустим, инопланетная, или сирены, например, то пока что, ну, особо нам какие-то проблемы, наверное, с пришельцами не ожидать. Возможно, когда появятся гнезда, кстати, тоже странно, почему до сих пор уже третий эпизод ни одного инопланетного гнезда не появилось. Тоже как-то странновато. А то увидите, что наши солдаты уже как мини-терминаторы бегают. Они уже просто все сметают на своем пути. Нормально так. Нормально. Нормально. Видите, он что-то не так уже много опыта получил, как хотелось бы. Наверное, ему опыт начисляется за нанесенный урон. Ну, тогда он точно не скоро возьмет его. Так, отлично. Значит, зарядились. Вопрос теперь в том, что нам надо будет потом подлечить солдат. Давайте-ка исследуем вот эту еще точку. Нас это не интересует. Говорится, пусть Ерихон сам разбирается. Так, еще очередная заброшка. Ну, заброшку мы пока трогать не будем. Оставим. Еще исследуем. Так, а ну. Пошли вон на какой-то... Я так понимаю, пошли что-то там. Как это назвать? Наши восхищенное место пошли помолиться. Но мы ничего им, как говорится, не будем говорить. Нам не надо с ними улучшать отношения. Поэтому пусть они идут там себе делать, что хотят. Устраивать там свои фетиши. Нас это не интересует. Нас интересует все, что связано с Синедрион. Ну и плюс мы не защищаем их убежищем. Так, ну что ж. Я думаю, на сегодняшний эпизод нам немножечко пока хватит. К сожалению, пока больше мы не нашли убежищ с Синедрионом. Вот. И, соответственно, пока что мы не сильно по Соботой продвинулись по защите этих товарищей. Но, возможно, чем больше мы найдем убежищ, и чем больше мы будем помогать им... Чем больше будем помогать им в отбитии атак, и всего там всякие венты, возможно, мы сможем быстрее продвинуться. То есть пока что мы ждем, пока у нас произведется транспортник. У нас продолжают идти исследования. Кстати, надо будет потом добавить вот так вот и вот так вот. Да. Персонал у нас есть уже инженер. В принципе. Ну и пока что одна база. Вот и все пока на этот эпизод. Если вас что-то конкретно интересует по этой игре, не забывайте писать в комментариях, чтобы я это осветил потом во время следующего эпизода. А на этом все. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok